Давайте вспомним все-таки первые годы вашей работы. Так вы сказали, что это был частный автосервис, в который вас пригласили впервые поработать. Помните первых своих клиентов? Конечно. Первые заказы. Кто пришел первый и согласился, это сейчас довольно приемлемое такое, и даже распространенное, и даже часто встречающееся уже явление, уж особенно на дорогах Москвы. Тогда, наверное, это было совсем непривычное, такое где-то даже для маргиналов, может быть, такое развлечение. Или как? Ой, не знаю, кто такие маргиналы. Ну, не важно. В общем, очень необычная такая, как бы, не встречающаяся доселе штука. Первая работа, которую мне доверили, скажем так, там был такой очень деятельный Сергей Воробьев, который делал трюки автомобильные. Во всех советских фильмах, когда машина взлетает, переворачивается, взрывается, это, как правило, чаще всего... Это Сергей Барабьев. Да, Сережа. Он же был организатором гонок на выживание, которые в Крылатском несколько лет шли довольно успешно. Вот. И вот он говорит, давай, раскрась вот ребятам машины, мы их там по телеку покажем и так далее. Ну, я нарисовал, значит, на этих мятых машинах, которые их как, ну, ногами, члени ногами упрямляют, после каждой гонок, они там стукаются же, бьются. Да-да. Вот. Нарисовал на копате какую-то фантастическую там морду злого какого-то волка. Ага. Вот. Машина с этой картинкой среди всех выехав на старт через 12 секунд была вся в грязи, уже ничего не было видно. Да, и там еще час, может, гоняло так в грязи. Но, в общем-то, взяли интервью, да, показали, я рассказал о своих работах, как-то обратили внимание. Потом была публикация в авторевью, и очень была публикация в журнале Автопилот. А на тот момент глянцевых журналов про автомобили было всего два, Автопилот и Мотор. Мотор читали те больше, кто интересует автомобиль, как механики и так далее. Автопилот читали почти все. Вот. И... Вот с этой публикацией все и началось. Ну, можно сказать, да. Там начались заказы, и я стал работать именно, выполнять эти заказы. Вот. Потому что до этого как-то было непонятно, а что пойдет, это вообще не пойдет. Вот. И мы сделали... Две машины тоже... Как-то получилось сделать... Поработать с интересными машинами и сделать такие заметные картинки. Это был Ягуар XJ-12, кабриолет такой, очень сама по себе, очень красивая машина, привлекающая внимание, черная. Нарисовали такую акулу, черно-белую. Я нарисовал. Ну, вот моя первая практика работы с черным цветом, и до сих пор я придерживаюсь этого стиля, что рисунок на черной машине должен быть не яркий. Он должен быть такой еле заметный. Он должен быть довольный. Это очень, наверное, стильненько так смотрелось, да? Да. И тоже Гена звали. Пришел заказчик на Мазерате 224. Ну, такая машинка с виду, все ее путают с БМВ, на самом деле, редкий автомобиль итальянский был. И он попросил творчество Сальвадора Дали. Ух ты! Фантазия Гена. Да, да, да. И мне было очень приятно поработать, да, не волков и тигров рисовать, а нарисовать вот творчество другого художника. Дайте-ка я угадаю, часы стекающие, нет? Картина называется, да, правильно, «Сохранность памяти» называется. Вот я так и подумала, что если захотел кто-нибудь на Мазерате что-нибудь из Долета, наверняка это будут стекающие часы. Да, узнаваемо, да, хотя картина несколько трансформирована. То есть, так как дизайн автомобиля вытянутый, то ее пришлось сильно довольно вытянуть, немножко так сплюснуть и еще чуть-чуть добавить по краям пейзажа и так далее. Вот такая обычная работа. Расскажите, пожалуйста, про самую, на ваш взгляд, оригинальную роспись, которую вы сделали. То есть, вот вообще сумасшествие. Такая заметная машина. Запомнит все, которые увидят ее хотя бы раз в жизни краешком глаза. Была очень веселая машинка очень давно, желтенький, сиатт Оледо Ибица, версия там такая заряженная была. Пришел не менее интересный молодой человек, вот, говорит, хочу, с одной стороны, чтобы сидел как будто я в кресле, ну, как будто прозрачная дверь, спереди бежит, спереди на веревочке меня тянет, значит, этот страус Родраннер из мультфильма, из американского, сзади тормозит собачка, у нее там этот пыль из-под когтей она тормозит, у меня на колко якорь, да, значит, там волосатые ноги, сандали, шорты, вот такая деталировка. Ну, и сбоку как будто человек сидит за рулем, да. Видимо, человек очень легко идет по жизни, очень забавно ее на фоне, значит, акул, он не побоялся, в общем, так вот пронестись. Со страусом и собачкой, да. Да, было забавно. Был тоже такой случай анекдотический, я его часто рассказываю, когда пришел один заказчик мой, ну, довольно серьезный мужчина, я ему там делал какие-то работы, вот, и здесь он говорит, я вот камеру у себя в загранном доме вешаю, наблюдение, они какие-то белые все, давай их раскрасим под окружающую среду, то есть, значит, там, две висят на зеленом заборе, две висят на кирпичной, или там три на кирпичной стене, вот, и две висят на сосне, там, на высоте трех метров. Я ему говорю, давай, ну, ну, я совершенно серьезно говорю, ну, вези образцы. Он на меня посмотрел, значит, решил, шучу я над ним или нет. Я говорю, ну, кирпич разный бывает, белый, красный, там, что там, да, привези мне осколки кирпича. Забор тоже зеленый, он, может быть, матовый, глянцевый, зеленый, там, салатный, ну, масса оттенков. Ну, и кора сосны на стиле трех метров, я говорю, мне тоже надо посмотреть на это. Он такой, значит, ну, как-то так вот с осторожностью, ну, привез мне кусочки коры, кирпича, обломки. То есть он полез, кору отломал и привез вам, да? Ну, я думаю, он кого-нибудь попросил там, чтобы это сделать. Ну, да. Вот. Я долго мучился, кстати, квадратная камера, прямоугольная, да, такой, пролепит белый. Я его, все оттенки этой коры, значит, перенес, фактуру, все повторял, вырисовывал там, но все равно, ну, это квадратная камера, она остается и квадратной. Очень было тяжело, но вот в какой-то момент я просто взял этот кусочек коры, положил на эту камеру, и она как будто растворилась, как хамелеон. Ну, тогда я понял, что все нормально, в общем. И, в общем, никто теперь не может найти эти камеры, да? Даже сам владелец. На них теперь специальные флажки такие вешаю, чтобы хоть понятно было, где камеры вообще висят, да? В абсолютное слияние с природой. Да, вот работа была здесь пару лет назад, наверное, которой я, можно сказать, горжусь. Тоже заказ выглядел по-своему. Девушка сказала, что ей нравится творчество, дизайнера Роберта Коваля. Ну, я, значит, тут же познакомился с его творчеством, вот так как почему-то не следил до этого. И нашел очень... Меня заинтересовала сумочка. Сумочка как с кожаной фактурой, но кожа такая, как хромированная, зеркальная. На основании этой сделал эскиз на всю машину. Это Audi TT. Но она уже два года мотается по дорогам, так что ее многие видели, я ее на выставке показывал. Вот, и получилось, по-моему, интересно. Судя по тому, что после этого... То есть она просто под кожу, да? На ней нет никакого рисунка, она просто вот так... Нарисована кожа, да, но не просто равномерно обтянута, а кожа где-то переливается, оттеняется. Но там есть некоторые фишки, которые, вообще, несмотря на то, что после этого появилось еще две или три работы у других художников, напоминающие... Вас копируют уже, да? Ну, как-то, да. Или стараются, или идея просто эта развивается. Вот. Вот. То, видимо, все это хорошо получилось.